Приближается 1 сентября. Наступило время, когда родители собирают своих детей в школу, покупают констовары, одежду. Но готовятся и учебные заведения. В общеобразовательной школе номер 4 Белгороднестровского завершаются последние приготовления, уже готовятся к торжественной линейке. Сейчас в нашей школе практически завершены все ремонтные работы, я имею ввиду кабинеты, коридоры. Это уже все завершено. И технический персонал школы проводит такую генеральную уже уборку после ремонта. У нас 18 рабочий день и комиссия отдела образования принимает готовность школы к новому учебному году. Санэпидемстанция уже проверила, взяла заборы воды, определенную тоже провела проверку, как мы готовы к началу нового учебного года. Готовиться к новому учебному году начали заранее. Как говорят сами педагоги, особое внимание уделили вопросам финансирования. Многое удалось сделать за счет городской казны. Если раньше родительские комитеты, которые имели определенные денежные фонды, частично брали на себя материально-техническое обеспечение школы, то в этом учебном году выделены средства на то, чтобы в следующем, тот учебный год, который будет, мы были обеспечены всем. И вот передо мной, как директором, стояла задача продумать и закупить на выделенные средства все, что нам понадобится в новом учебном году. По словам Маргариты Богаченко, на выделенные деньги закупили дезинфицирующие и моющие, краски, констовары, офисные принадлежности для администрации. Директор школы отметила, что впервые в этом году предусмотрели и средства для приобретения спортивного инвентаря. Не забыли и необходимых для оказания первой помощи медицинских препаратах. На то, чтобы мы жили в течение следующего учебного года, нам была выделена сумма 197 тысяч. Но часть этих денег была использована на текущий ремонт и был сделан забор. У нас рядом со школой незаконченное строение и на меже у нас отсутствовал забор. И вот эти деньги также были использованы, 63 тысячи на установку этого забора. Ну и планируется еще ремонт кабинета обслуживающего труда девочек, потому что не все наши строители-подрядчики успевали за летние месяцы сделать. Но мы в общем-то довольны тем, что хоть в сентябре, хоть в октябре это будет делаться, но это будет сделано. За то время, пока дети отдыхали на каникулах, школа продолжала работать и готовиться. В кабинете химии поменяли парты, закончили ремонты в классах. Не остались в стороне и родители. Я еще раз хочу подчеркнуть, что родители исключительно по своему желанию, исключительно по своим возможностям могут оказывать помощь школе. Вот, например, как в этом кабинете. Родители исключительно по своей инициативе сделали ремонт, потолок и светильники, и обои, и вот мебель, доска, новая дверь, кондиционер, телевизор. Это было их желание, чтобы дети учились в нормальных, комфортных условиях. И мы можем только сказать огромное спасибо родителям за то, что они еще каким-то образом помогают школе. Как рассказала Маргарита Богаченко, одна из самых больших проблем, которая существовала в их школе, это протекающая крыша. И решить этот вопрос довольно долго не получалось. Из фонда развития города были выделены деньги, составлена смета, и в настоящее время ФОП Гербей, работают строители, начат ремонт крыши. То есть сейчас идет установка деревянных конструкций, и крыша была мягкая, мягкая кровля, а теперь у нас будет двускатная шиферная крыша. Мы, конечно, этому очень рады и надеемся, что затеканий уже больше у нас не будет. Начали работать три недели назад. Ну, когда закончат, в общем-то, мы рады. Я думаю, что закончат, конечно, к первому сентября это большой объем работы, к первому сентября работа не будет завершена, но главное, чтобы все было сделано качественно. Вот так готовятся к новому учебному году в 4-й школе Белгород-Днестровского. Ученики сядут за новые парты, придут в чистые и красивые классы. Татьяна Коваль, Анатолий Лукьянчук, Бессарабия ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова